К сожалению, разработка маленьких сайтов и венчура, параллельно, она опять же маловероятна. Поэтому этот проект был закрыт. После этого мы ушли из киностудии. Это был холпинг. Киностудии, да. Ну да ладно. Решили открыть агентство. В то время мы поняли, что рынок слишком жестко сужает клиента. Он рассказывает клиенту, что сайт решит все. Или что продвижение решит абсолютно все. Или купите у нас Яндекс.Директ и у вас все будет классно. Мы видим, что клиентам не хватает информации, что на самом деле необходимо делать комплекс услуг. Покупаем авто, мы покупаем и резину, покупаем что-то в салон, покупаем еще что-то, после этого уже едем. Поэтому мы решили первые в городе открыть интернет-маркетинговое агентство. До нас никто не приходил к мысли, что можно просто выкинуть слово веб-студия. Из названия. Да, было сложно. Мало кто видел. Ну то есть если мы видим где-то нет-маркетинговое агентство, что же они делают. Постепенно к этому приходить в компании в городе начали тоже. У кого-то появлялся вариант диджитал агентства, у кого-то еще какие-то варианты. Таким образом мы просто начали взращивать культуру преподнесения клиенту комплекса услуг и отбрасывания у него понятия, что я получу за вот эту тысячу рублей, что я за эту тысячу. Мы выступили в роли профессионалов как врач зубной. Вы пришли и сказали, что есть беда. Мы все делаем тихо, тайно. В конце мы вам выдаем результат. Спустя там 5 месяцев, 6 месяцев, если мы включаем там силу, еще что-то. Вы имеете профит. То есть у вас есть деньги. Все у вас полностью в порядке. Мы выбрали именно этот стиль. И если у вас есть какие-то мысли, вы как IT-компания хотите сделать именно вот такую нишу, занять между нишами производства массового сайта, которые стоят мало, либо SEO, которые за 5 тысяч рублей бесплатно на полгода. И через год у вас будет вся Россия. Вот в этом, в принципе, вопросе мы можем вам сказать, как это сделать более верно. Потому что наше все – это именно сервис, это не закладывание рамками клиента. И именно это клиентам нас, в общем-то, нравится. Мы работаем с клиентами, которые с нами работают очень долго. С нами открыли клиенты не по одному бизнесу. Они приходят с одним проектом. Мы его развиваем, мы его делаем. Мы приводим ему людей, приводим ему деньги, по сути. И он открывает еще один бизнес, опять приходит к нам. Поэтому роль бизнес-консультанта, онлайн-консультанта, она очень выгодна сейчас на рынке. Если просмотреть пульт целый, приходит клиент, он приходит обычно по какой-нибудь спам-рассылке, сайт за 5 тысяч рублей, за 6, все под ключ, интернет-магазин, полный-полный-полный. Что-то делает для каких-то клиентов, это верное решение, безусловно. Но эти компании, спасибо им, они раскачивают рынок. Они делают из клиента эксперта. И когда клиент видит, что на самом деле решения замкнутые, коробочные не подходят, они начинают искать людей, кто придумает для них бизнес-стратегию в сети. И тех людей, кто не будет придумывать шаблоны, не будет работать, там одно слово продаем за столько-то денег. Именно эта ниша сейчас, на самом деле, мне кажется, какой-то рост переживает, так как мы видим еще компании, которые работают, не сказав о себе ни слова, не покупая рекламу, это еще один принцип. Не надо о себе кричать. Я сейчас рассказываю, как мы это видим. Мы считаем, что не надо вешать щиты, не надо по себе трубить, еще что-то делать, потому что мы находим все-таки, если взять рынок в целом и прислушаться к CMS Magazine, это, в общем-то, рейтинг Рунета, более или менее авторитетное издание, которое может какие-то цифры сказать. Так вот, по последним подсчетам, 80% заказчиков все еще приходит с рафаном радио. Представьте, сколько заказчиков можно получить, если ты делаешь продукт не тот, который бы ты сам себе хотел. Мы именно работаем по сарафанному радио. И это очень сильный плюс, потому что не мы уже пытаемся продать, а к нам приходят спросить, а как это сделать, а как это лучше сделать. И мы себя чувствуем комфортно, и клиент приходит, видит сразу же, что мы сходу делаем некую команду, созываем, и уже через день мы можем выдать примерное решение. И оно бывает сложное, потому что там много элементов. Чуть-чуть ВКонтакта, чуть-чуть Фейсбука, Директа, чуть-чуть сделаем пару ландинг-пэдж, потом запустим еще сайт корпоративный, потом на этот сайт оденем еще что-то. Это целая объеха, которая длится полгода, год, но в конце ожидает прибыль очень высокая клиента. Так, что можно еще сказать об этом? Ну, я думаю, есть идея, есть мысль, что я хотел сказать, о каком типе компании IT я хотел рассказать. На пусте последнее, что я бы хотел все-таки видеть, как можно больше таких компаний, которые работают местами, точечно, но делают очень классные вещи, продукты. Когда ты заходишь, и радуется глаз. Поэтому, в принципе, выжить можно в этом мире таким образом. Делайте компанию, дерзайте. К нам можно будет прийти, если тут есть, может быть, не IT-компания, но те люди, которые, может быть, хотят создать IT-проект. Мы занимаемся активно венчуром, поэтому вы можете абсолютно бесплатно прийти к нам. Я сейчас говорю слово «бесплатно» не к тому, чтобы сказать, что у нас там все так, да. Я к тому, что у людей сразу же как-то прийти просто и пообщаться. Да, мы делаем именно так. Нам приходят люди просто пообщаться, рассказать о своей идее. Мы делаем какие-то подсказки. Вы можете уйти от нас и не приходить больше вообще, но вы уйдете с каким-то набором советов, что лучше сделать. Это будь то портал, будь то блог, будь то какой-то, может быть, хитрый бизнес. Поэтому, если будет желание, я буду здесь. Вы можете прийти спросить у меня, и я какие-то вещи расскажу и вам советую. Сейчас просто предлагаю, может быть, перейти к стадии вопросов. Сколько я уже времени занял? Абсолютно точно. Практически это минута. У меня прям био-часы, да. Да, я предлагаю, когда я подготовил сам несколько вопросов, задавать будем в том или ином виде каждому участнику. На несколько ты ответил, но давай еще раз заострим. Есть ли, к твоему мнению, конкуренция на эти рынки на сегодняшний день в Екатеринбурге? Есть ли место? Есть ли смысл выходить из компании? Сколько жертвых? Может быть, да, я, в общем-то, мысль развил чуть-чуть не до конца. Да, благодаря компаниям, которые раскачивают рынок, конкуренция становится полезной. Благодаря компаниям, которые стоят очень дорого, и вы стоите в очереди 3 дня, чтобы сделать сайт за 250 тысяч, да, это тоже классно. Когда вы занимаете нишу между первым слоем и третьим, к вам приходит уже клиент готовый. Поэтому конкуренция – это здорово, вы видите продукты других компаний, вы можете оценивать, вы видите какие-то тренды, часто эти тренды совпадают с мнением тех компаний. Вообще, если взять IT-рынок города, все всех знают. Ну, то есть, очень часто мы кого-то хотим принять на работу, оказывается, что это сват брата работника этой веб-студии, того друга, третий веб-студии, и уже два года он был у нас. В общем, IT-сообщество, оно очень тесное, потому что очень мало профессионалов. Профессионалов очень мало, и за ними все, в общем-то, ходят, гоняются, их ищут, и они стоят очень дорого. Открыть сразу же профессиональный бизнес у вас не выйдет, вам надо будет очень много денег, потому что средний профессионал высокого класса стоит 50, 70, 100 тысяч рублей в месяц. А вам таких надо минимум трое. Вот, поэтому конкуренция, она как и в плане между IT-бизнесами, кто у себя сделает офис, кто у себя сделает условия лучше, кто у себя еще что-то, да, там не секрет, что мы все хотим, ну, мы, да, хотим стать нечто подобием Яндекса, Гугла. И поэтому тут конкуренция идет как среди клиентов, вы даете разные выборы для клиентов, так и для того, чтобы получить какого-нибудь работника. Два типа конкуренции, и это очень весело, очень здорово. У меня вопрос тогда, хорошо, как раз переходим к вам. Три основных составляющие IT-компании, что нужно воедино совместить, каких-то три элемента, чтобы вы получили на старте IT-компании? Опять же скажу именно про видение наше. Первое самое, это, конечно же, желание делать мир лучше. Без этого желания вы вряд ли сможете работать. IT-бизнес – это неблагодарный бизнес. Вы всегда крайне, у вас всегда все сломано. Это вы все сломали, это из-за вас все не работает, это из-за вас нет клиентов. И в эти трудные моменты поможет вера в то, что все-таки вы делаете лучше, и, возможно, клиент пока еще не пришел к этому, ждем тихо-мирно. Два – это, конечно же, команда. Один управленец, может быть, есть такие примеры, но один управленец не может делать бизнес интересным, ярким, необычным. Вам надо разных людей. Один будет делать атмосферу, бегать, кидать шарики, бить в стену, кричать, метать, рвать. Другой должен быть очень спокойный, управленец, который все решает четко. Он должен быть немного жадным до денег, потому что первый человек, он готов отдать деньги всем, лишь бы все было классно и готов делать сайты за бесплатно, лишь бы все были счастливы. Второй человек его останавливает. И, мне кажется, это вот именно про людей. Плюс еще каких-то людей там, да, плюсом. И, наверное, третье самое важное, третье самое важное – это, наверное, терпение. Чуть-чуть относится к пункту номер один. Успех в IT-бизнесе – это только кажется, что Google там встал, сделал свой поезд. Вот пять лет они ели лапшу в офисе два на два. Пять лет. И они делали никому не нужную вещь. Все им рассказывали, уже есть поиск. И спустя пять лет они очень долго еще искали деньги. И они очень долго искали и делали это. Вера должна была пропасть. Лично, если бы я делал Google, я бы спустя полгода, год уже бы ушел. А вот эти люди, да, они это могут делать. Поэтому долго терпим, долго делаем, проходим сквозь все огонь и медные трубы. Идем.